Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Нужен совет, как успокоиться перед мальчишником будущего супруга. Знаю точно, что там будут стриптизёр, что-то, фантазия, разыграл мне нашу шутку. Да, я полностью отдаю себе отчёт, что у меня нездоровые отношения к такому роду мероприятиям, и нужно принимать это спокойно. Мне неприятно, допустим, что у него будет тереться другая полуобношённая девушка, ревности никакой при этом нет. Спасибо за советы. Смотрите, ваш вопрос задан несколько некорректно. Несколько некорректно, в первую очередь потому, что психологи не дают совету. Мы не даём совету. Мы помогаем человеку разобраться в себе. Вы говорите, что у вас нет ревности, но при этом вы говорите, что вам неприятно. Значит, здесь что? Здесь идёт отторжение от женского тела. Здесь идёт отторжение от чего-то и чего. И отторжение от чего-то является, конечно же, следствием какого-то вашего негативного опыта. А может быть и не только негативного. Понимаете, я сейчас скажу такую вещь, она немножечко будет вам, ну, возможно, воспринято, скажем так, Несколько, вероятно, неоднозначно, но, может быть, может быть. Всё дело в том, что для вас просто неприемлемо, скажем, то, что ваш будущий муж будет взаимодействовать с рептизёршем. То есть, может быть, здесь всё проще, проще, проще для вас это может быть неприемлемо. С другой стороны, тошнота, конечно же, является перебором. И тот факт, что вы испытываете такие чувства, конечно, говорит о том, что, ну, вам, вот, очень неприятно. Только здесь, на мой взгляд, имело бы смысл всё-таки разобраться, а что ж, вам в этом так сильно неприятно. Может быть, вы как-то специфически относитесь к другим девочкам, которые, вот, могут, скажем так, позволять тебе то, что позволяет стриптизёршем, может быть, всё дело в этом. Может быть, конечно, ситуация из-за руку. То есть, может быть, вам, вас, точнее, что-то ещё задевает. Такое тоже может быть. В любом случае, здесь есть свои нюансы. И в первую очередь, как правило, Речь идёт о соотношении себя с девушками. То есть, вы как-то сравниваете себя с ним. Они их оспаривают. Это довольно важный момент. Они оспаривают что-то ваше. Например, они оспаривают ваши исключительно. Например, они оспаривают то, что вы единственная для своего мужа. И так далее. Я не претендую на истину сейчас. Я не говорю, что прав. Я лишь только хочу, чтобы вы увидели, что то, что вам неприятно, имеют причины. С этим нужно разбираться. Конечно, вы можете найти в интернете множество, скажем так, техник. Вы можете найти в интернете множество упражнений, которые позволяют снять напряжение. Вот. Снять напряжение, снять тревогу, это не так, на мой взгляд. И случайно вы можете это сделать. Другой вопрос, что, вероятнее всего, вам это не поможет. По крайней мере, на длительный, скажем так, срок. Почему? Опять, довольно просто. Потому что вы не видите причин. А причины есть. И нужно с этими причинами разбираться. Дело в том, что сейчас вы относитесь к этому, мягко говоря, не совсем корректно. То есть, что я имею в виду, говоря о том, что вы относитесь к этому не корректно. Я имею в виду, что вы видите в этом только то, что вам неприятно. Но это ваше ощущение. Это ваше восприятие. 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 А значит. Вам нужно увидеть, что это связанное с собой. И вот обратите внимание, что... Обратите внимание, что... Чего-то, связанного с собой, вы не видите. Вы связываете... То, что происходит только с... Внешними факторами. Но не связываете то, что происходит само собой. Такая корреляция у вас на данный момент отсутствует. А очень важно, чтобы... Такая корреляция у вас присутствовала. Очень... Очень важно, чтобы вы видели эту корреляцию. Очень важно, чтобы вы ее... Замечали. Очень важно, чтобы вы... Ммм... Хотя бы ее отслеживали. Хотя бы. Чтобы вы хотя бы ее отслеживали. Вот. Сейчас, понятное дело, ничего такого не происходит. И... И... Вам... В какой-то степени... Именно от этого... Достаточно плохо. Потому что вы видите... Только... Внешнюю сторону и... А... Являетесь... Что называется... Абсолютно здесь беспомощны. С моей точки зрения... С точки зрения от того... А... Как... Обычно... Происходит. Подробно. А... Я думаю, что вы можете... Несколько... Повнимательнее... Отнестись к своим... Чувствам. То есть... Я сейчас... Попробую... Пояснить... Что я... Что я... Имею ввиду. Дело в том... Что... То, что... Вы чувствуете... То, что вы ощущаете... Нельзя... Просто... Взять... И... И... Игнорировать. Вам... Нужно... Как-то... С вашими чувствами... Обращаться... Вам... Нужно... Как-то... С ними... обратиться. Если вы со своими чувствами никак не обращаетесь, если вы свои чувства никак не выражаетесь, в том числе и своему мужу, то конечно в вас это будет находиться и вас это будет оправлять. Вообще-то мне кажется, что косвенно подобные переживания довольно часто связывают с отсутствием доверия между партнерами, хотя вероятнее всего вы с этим не согласитесь и вероятнее всего вы будете отозраться. Но тем не менее, вопрос доверия очень здесь важен. Так вот, если вы позволите своим чувствам быть, если вы позволите своим чувствам выразиться, ну то есть просто вот расскажите об этом своему мужу. Расскажите ему не о том, что вам неприятно и так далее, а о том, что вы чувствуете непосредственно, когда это представляете. Глядя на него, что вы чувствуете. Вот попробуйте вложиться эмоционально в то, что вы заметите. Это можно сделать в принципе и с психологом тоже, тоже это сделать можно. Но конечно для вас возможно эффективнее будет сделать это именно со своим супругом. То есть для вас эффективно будет выразить это своему супругу. Но это будет возможно гораздо лучше. Вот. И условно говоря, позволив себе чувства, позволив себе эмоции, вы сможете, на мой, по крайней мере, в Клэп, решить для себя, довольно много проблем, довольно много трудностей и в первую очередь можно будет говорить о том, что он проживал. Понимаете, да? Какая здесь важная деталь? На мой взгляд, на мой взгляд скромно, то, что вы описывали, является следствием подавления определенных ваших эмоциональных реакций. Я уж не знаю, с чем это связано, может быть. Может быть, как-то вот глобально по жизни вы так себя вели, а может быть, перед своим супругом вы хотите. Ну, скажем так, выглядеть лучше не такой, какая вы... Ну, то есть, более, может быть, сильный, более, может быть, демократичный, скажем так. Вот. Да только вот. Далеко не всегда это получается. Далеко не всегда это выходит. Какой-то вот такой ответ я бы мог вам предложить с точки зрения психологии. В конце концов, это ведь ваш муж. Это ведь ваш супруг. И, если что, вам с ним еще довольно долго и много, я надеюсь, быть мест. И, если вы не будете вместе же преодолевать, а точнее, правильнее было бы, наверное, сказать, проживать какие-то не очень хорошие и позитивные моменты вместо, вот. Как будет дальше складываться ваша супружеская жизнь. Думаю об этом, пожалуйста, тоже подумайте. То, о чем я говорю, не просто слова. Вот. Вот как-то так. Последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в следующем. Вы говорите по факту о том, что вам неприятно. Попробуйте немножечко проследить за своим переживанием. Что там дальше? Неприятно это только одна реакция. Попробуйте позамечать еще. Обычно вы от этого состояния убегаете. Обычно вы от этого состояния бежите. Но попробуйте просто для разнообразия не убегать. Попробуйте просто для интереса ради эксперимента остаться в этом состоянии. И позамечать, что еще вы там увидите. То, что вы увидите, можно обсудить как с психологом, так и со своим мужем. Повторюсь, психологи не дают советов. Психологи не занимаются этим, но помогают человеку разобраться в себе. То, что я сейчас сделал, является наводкой для вас. Но ни в коем случае не советуем. И не решением вашей проблемы. Вашу проблему так не решить. Традиционно то, что вы описываете, связано с недостаточным личностным ростом человека. То есть, условно говоря, вы придаёте значение тому, чему обычно значение придают дети. Грубо говоря. Да, ну или подростки. Вы же, будучи взрослым, серьезным человеком. Вот. Этого значения придавать, ну вообще-то говоря, не должно. Но вы придаёте. Я не говорю, что это им одноотношно плохо. Ни в коем случае я не хочу так сказать. Я лишь хочу сказать, что вам скорее всего, скорее всего, необходимо менять свой подход к жизни, к определенным ценностям. Вот. Понимаете? То есть, вот это, вот это вам необходимо делать. Необходимо делать. Если вы, если вы не будете этим заниматься, то есть, если вы не будете на это нацелены сам, то, конечно же, у нас, у нас будет, а, в таком случае, а, ну, довольно серьезные трудности. Вот. К физи-линию. Понимаем тебя. О чем идёшь? Мне так же показалось, вполне возможно, что мне только показалось, что вы ищете, быстрое решение. Быстрого решения здесь нет. Это работа над собой. Вполне возможно, работа с вашим мужем. То есть, такая парная работа. Спросите себя, готовы ли вы к тому, чтобы этим заниматься? Сколько времени до свадьбы? Что значит для вас свадьба? Как воспринимаете её вы? Как воспринимает её ваш муж? Почему для вас стриптизёрша важнее и ценнее, чем то, что вы выходите замуж за самого прекрасного на свете человека? Попробуйте задать себе такой вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.